Холл Гомельского городского центра культуры на час перетворился у выставок «Кермаш народных мостатских промыслов и роменств». Усё это дякую джедаму, что сё лет организаторы Республиканского просоюзного конкурса «Новые имены Беларуси-2016» пропоновали новую номинацию «Веоленшее и декоративно-прикладное мостатство». И она дозволила удельникам продемонстровать свои уникальные сдольности у скульптуры, живописи, соломоплятения, фотографий и многих инших творчих на прамках. На суджуры конкурсанты представили свежки, мыло, поштовки и сувениры, ручной работы, эксклюзивные головные уборы, ляльки, шкатулки, предметы интерьеру, вышитые бисером иконы и картины. На работе я работаю, творчеством занимаюсь свободно от работы время. Я вот сделала серию кукол, времена года, авторские куклы в единственном экземпляре. Потом у меня есть портреты, икон у меня много, сама вышиваю бисером. У меня есть работа, которая три года стоит, и я не могу продолжить её. А есть такие, что они быстро, легко, и это необъяснимо. Многие из удельников, как до прикладу народный аматорский хор «Спевая душа» Гомельского завода «Станошных вузлов», мают запляшимы не один десяток узнагород в городских, областных и республиканских конкурсах. А тому на это творчество яны приехали с добрым настроем, моцным песенным арсеналом и великим жаданием увойти у спис слепших. Каждый человек, когда едет или идёт выступать, он каждый надеется на победу, как и спортсмены, так и мы, артисты. Мы тоже хотим, чтобы вот только мы и всё. У нас есть галерея дипломов, грамот, награждений всех. У нас специальный стенд на заводе, целая стена, это всё. Там более 20 уже наград у нас. У новой редакции правилов проведения республиканского профсоюзного конкурсу «Новые имены Беларуси-2016» отсутствуют обмежевания по взросле. При этом и концертная конкурсная программа складалась не только из вокальных номеров. Всё лето в номинацию «Сценичное майстерство» были допущены так само хореографичные выступления и навод гумбристичные постановки. До рэши, что дыжится вокальных номеров, их представляли як соло-артисты, так и дуэты, трые и коллективы до 10 человек, где только один удельник мог месть профессийную музыкальную адукацию. На суд журы конкурсанты представили яркие концертные номеры, яке адлюстровуюсь народной беларускей традиции, а так само розные на прамке сучасного мастацтва. Усяго у Гомеля у городским этапе республиканского профсоюзного конкурсу «Новые имены Беларуси-2016» приняли удел каля 200 человек. Аналогичное прослуховывание зараз проходит и у районов Гомельщины. Недеяны уже скончились, а у некоторых еще только почнутся. Лепших конкурсантов напереде, такая областный финал. Победители будут определены жюри и примут участие в областном этапе конкурса, который пройдет в марте месяце. Финал конкурса пройдет 1 мая в Минске. Хотим попасть, конечно, наши участники очень рвутся в финал республиканского конкурса. Ну и надеемся на то, что это произойдет. Вероника Ворошилина, Игорь Марышенко, Теллеродо, компания «Гомель».